сегодня очень длинное видео полный обзор без монтажа что нужно сделать при покупке нового вот как нового велосипеда в отличном состоянии накоплен с рук тест нам проверяем что нужно сделать и что мы будем делать итак первое успеть хорн марка торговая вообще практически не известно ничего о ней на гуглить в интернете не удалось сделано хорошо швы качественная что это за бренд я не знаю скорее всего какие-то китайцы делают для европы или для россии возможно потому что видите все брендированное обода брендированные седло брендированное даже вынос брендированный то есть это завод штампует полностью все для какого-то конечного потребителя так на раме дефектов минимум то есть какие-то мелкие царапинки но в целом качество краски очень хорошие то есть скорее всего рама новая то есть велосипед проездил немного когда мы смотрим на цепь измеряем ее калибром смотрим на зубья смотрим на заднюю звезду мы видим что есть износ но износ очень незначительные то есть зубчики все видите такие квадратники то есть ориентир у нас по дальней звезде потому что ей пользуются всегда реже всего соответственно если все остальные зубчики похожи вот на эти на все хорошо видно что вот вот этот вот зубчик хуже то есть вот эта самая любимая звезда на которой чаще всего катался предыдущий владелец но в целом в целом мы не будем менять ни кассету не цепь не переднюю звезду здесь тоже у нас зубья все в принципе достаточно хорошем состоянии то есть еще один-два сезона зависимости от условий эксплуатации от длительности катания от нагрузок от грязи на этой велосипеде на этой цепи на этой передней системе на на кассете можно будет кататься ролики переключатель также нормальном состоянии то есть трансмиссию нас замечательно но мы смотрим на педали явно педали не родные скорее всего здесь стояли какие-нибудь пластиковые сломали и поставили вот такие вот металлические педали немножечко люфтят но опять же они очень долго прослужит самое интересное в этом велосипеде то что здесь вилка rock shocks причем вилка похоже оригинальная потому что много наклеек нижняя часть вилки на ощупь тоже оригинальная ясна скорее всего это родной rock shocks работает отлично немножко грязи то есть можно пока почистить просто снаружи перебирать мы вилку не будем не хватает здесь курочка для блокировки должен быть тросик с курочком для блокировки соответственно вручную эту вилку никак сейчас не заблокировать она будет все время работать есть настройка отскока то есть поскольку ноги то есть вот эта часть называется нога вот эта часть называется штаны поскольку ноги не затерты ночью в хорошем состоянии можно ее не перебрать ничего с ней не делать дальше проверяем рулевую то есть пошатали вот так вот есть люфты там что-то внутри болтается значит либо подшипники в плохом состоянии потому что видите какой большой зазор то есть эта вилка скорее всего не под этот велосипед было изначально то есть вилку меняли значит перебираем рулевую проверяем конуса чашки подшипники если надо меняем настроим соответственно руль чтобы он стоял ровно проверяем переднее колесо переднее колесо у нас на ощупь не лифтит но когда мы его сняли покрутили вот за эти гайки почувствовали внутри определенные такие щелчки то есть колесо крутится не идеально это нужно именно брать в руки и крутить соответственно перебираем втулку меняем там подшипники конуса все что нужно смотрим передний тормоз нажимаем на ручку работает хорошо то есть прям схватывает мгновенно смотрим на зазоры зазоры у нас там выставлены неровно соответственно тормоз мы под настроем также проверяем спицы достаточно просто покрутить колесо посмотреть восьмерка но или яйцом и потрогать спицы то есть если все спицы одинаково хорошо протянуты они будут примерно с одинаковым движением вот здесь вот у нас очень сильное натяжение здесь вот слабое натяжение соответственно колесо надо протянуть отдаем мастером спицы протягивает все смотря в каком состоянии грибс вот эти грипсы очень плохие они сотрутся там за буквально за неделю здесь уже видно да соответственно нужно предложить клиенту эти грипсы поменять на лучшее если он захочет из не захочется покатается через там некоторое время приедет купит новые проверили то же самое задним тормозом понажимали смотрим закисает не закисает как хорошо работает проверяем там зазор если надо настраивать и то же самое с монетками то щелкаем проверяем как щелкает нету ли каких-то провалов и потом переходим к тросикам то есть рукой так вот берем тросик и тянем пытаемся на ощупь определить насколько хорошо тросик ходит в рубашке нигде ли он не трет как хорошо работает переключатель если тросик от руки работает плавно очень аккуратно значит тросики не меняем если работает туго где-то что-то зависает меняем тросики рубашки вот это вот все конечно неправильно сделано то есть у нас идет здесь изгиб здесь изгиб здесь изгиб здесь трет обраму можно это все перекинуть это дополнительная работа но если это все работает то мы это не переделываем если это работает плохо когда мы это переделываем соответственно делаем по нормальному можно клиенту предложить дополнительные деньги сразу переделать Потому что, видите, да, какое количество изгибов. То есть, вот, допустим, гидролиния идет ровно, а вот линия тросика на переключателе вот так вот изломана вся, и на раме вот уже видно протертости. То есть, это все желательно, конечно, сразу переделать. Дальше проверяем каретку, то есть, руками, ногами, по-всякому ее нажимаем, смотрим, щелкает, не щелкает, спрашиваем клиент, катался, не катался. Пробуем сами прокатиться. Если каретка не щелкает, то проблем никаких нету. Если каретка щелкает, то, соответственно, либо нужно подкрутить одну или две чашки, возможно, подтянуть штаны, либо поменять вообще всю каретку. Смотрим передний переключатель, да, то есть, опять же, его за счет монетки переключаем, смотрим, как он работает, дергаем за тросик, переключаем, как он работает, ходит он хорошо. Пробуем рукой. Если все нормально работает, значит, отлично. Если нет, то нужно почистить, помыть, смазать, настроить или вообще заменить на новый. То же самое с задним переключателем. Сразу смотрим. Вот есть царапина, значит переключатель битый Значит он падал Смотрим сзади вот так вот сюда У вас эта звездочка, эта звездочка И эта звездочка должны быть в одной плоскости Если у вас звездочки не в одной плоскости Если он стоит как-то под углом кривого По диагонали, нужно либо петух править Либо потрогать, какой люфт у переключателя У переключателя есть люфт, он имеет износ То есть пытаемся его настроить Не получается, ставим новый Получается, значит все отлично Также по петуху, то есть есть специальные правки Для петуха, пытаемся настроить петух Отрегулировать его, также снимаем заднее колесо Смотрим на втулку, как она крутится Есть ли закусывания Как работает барабан, нет ли у него барабана люфта Если надо, то перебираем Звезда, нажимаем на звезды И протягиваем вот эту гайку Потому что вот здесь гайка, которая крепит кассету Потому что иногда бывает, что не затянута И звезды люфтят Крутим колесо, смотрим там восьмерка, яйцо и так далее Если надо Проверяем спицы, опять все это дело протягиваем Смотрим, конечно, на протектор Правильно ли он стоит Потому что бывает, что колеса вверх ногами ставят Смотрим на износ Если износ большой, опять же предлагаем клиенту поменять В принципе, это все по велосипеду Конечно, надо посмотреть подсидельный штырь Вот здесь вот он немножко кривой И он еще обрезанный Нужно проверить, что подсидельный штырь заходит как минимум ниже вот этого шва А желательно на 9-10 сантиметров в глубину, не меньше Если он заходит меньше, то, соответственно, предлагаем клиенту Опять же, под его рост померили Предлагаем клиенту поменять подсидельный штырь на более длинный Чтобы у него здесь ничего не сломалось Проверяем седло Как настроено, как прикручено Хорошо ли ему удобно Нету ли наклона вниз, нету ли наклона вверх То есть клиенту должно быть комфортно кататься на этом велосипеде То есть, в принципе, я все рассказал Что нужно посмотреть по велосипеду В момент его покупки и первого его технического осмотра Если вы покупаете велосипед новый или бэушный То есть даже новые велосипеды имеют точно такие же проблемы, как бэушный У бэушных велосипедов, как правило, есть проблемы То есть у этого велосипеда проблема в том, что рулевая плохо работает То есть она болтается, люфтит Переднее колесо болтается, люфтит Не протянут у спицы, ни на переднем, ни на заднем колесе Не настроены тормоза, ни спереди, ни сзади Проблемы с переключением У него петух, скорее всего, погнут, надо бы проверить Переключатель стоит чуть-чуть под углом Соответственно, нужно поправить петух, потом настроить переключатель И вот мне не нравится, как тут рубашки и тросики Но поскольку я буду перенастраивать переключатель Я буду в любом случае его снимать Соответственно, я перекину рубашки и тросики нормально Так как они должны ходить Поскольку сами рубашки и тросики нормально в состоянии то их менять мы не будем то есть у нас работа с колесами с протяжкой спиц работа со втулками настройка тормозов настройка переключателей возможно переборка рулевой если не просто ее надо будет потянуть а полностью перебрать такой вот объем работы по времени это минимум день по деньгам это пока сложно сказать но в среднем настройка по 100 рублей в среднем переборка чистка рублей по 250 по 350 и протяж колес тоже рублей 150 200 то есть около 1000 наверное получится уложиться